Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 сентября, в неделю 13 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память мученика Мамонта, отца его Феодота и матери его Руфины. Святой Мамонт родился в Пефлагоне от благочестивых и знатных родителей христиан Феодота и Руфины. За открытое исповедание своей веры родители святого были схвачены язычниками и заключены в темницу в Кесарии Каппадокийской. Зная свои телесные немощи, Феодот молился, чтобы Господь взял его прежде мучений. Господь услышал молитву, и он умер в темнице. Вслед за ним умерла и святая Руфина, разрешившись преждевременно сыном, которого она молитвенно припоручила Богу, прося его быть хранителем и заступником осиротевшего младенца. Бог услышал предсмертную молитву святой Руфины. Богатая вдова христианка Аммия с честью погребла тела святых Феодотов и Руфины, а мальчика взяла к себе и окружила его материнской заботой. Святой Мамонт вырос убежденным христианином. Приемная мать заботилась о развитии его природных способностей и рано отдала его учиться о грамоте. Мальчик учился легко и охотно. Он был неполитам рассудителен и отличался ранней зрелостью ума и сердца. Благоразумными речами и личным примером юный Мамонт обратил в христианство многих своих сверстников. Об этом донесли правителю Демокриту, и юноша был схвачен и представлен на суд. Из уважения к его знатному происхождению Демокрит не решился подвергнуть его пыткам и отослал его к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами намеревался совратить святого Мамонта в языческую веру, но все его старания были напрасны. Святой безбоязненно исповедал себя христианином и обличил безумие язычников, поклоняющихся бездушным истуканам. Разъяренный император подверг юношу жестоким истязаниям. Затем хотели утопить святого, но ангел Господень спас Мамонта и повелел жить на высокой горе в пустыне, находившейся недалеко от Кесария. Повинуясь воле Божией, святой устроил там небольшую церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании, подвигах поста и молитвы. Вскоре он получил удивительную власть над силами природы. К его жилищу собирались населявшие окрестную пустыню, звери и слушали чтения Святого Евангелия. Питался святой Мамонт молоком диких кос и ланей. Не забывал святой и о нуждах своих ближних. Приготовляя из этого молока сыры, он безвозмездно раздавал их нищим. Вскоре слава о богоугодном житии Святого Мамонта распространилась по всей Кесарии. Обеспокоенный правитель послал за ним отряд воинов. Повстречавшись на горе со Святым Мамонтом, воины не узнали его, приняв за простого пастуха. Тогда святой пригласил их в хижину, напоил молоком и сам открыл им свое имя, так как знал, что его ожидает мученическая смерть за Христа. Отдав себя в руки мучителей, святой Мамонт был приведен на суд наместника Александра, который подверг его изощренным и длительным истязаниям. Однако они не сломили христианскую волю Святого. Он был укреплен обращенным к нему свыше словами «Крепись и мужайся, Мамонт!» Когда святого Мамонта отдали на съедение зверям, те не тронули и святого. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненый, святой Мамонт вышел за пределы города. Там, в небольшой каменной пещере, он и предал дух свой Богу, который во всеуслышание призвал святого мученика Мамонта в горнее селение. Это совершилось в 275 году. Верующими он был погребен на месте кончины. Вскоре христиане стали получать от него благодатную помощь в своих недугах и скорбях. Святитель Василий Великий так говорит о святом мученике Мамонте в проповеди к народу. «Поминайте святого мученика те, кто видел его в видении, кто из живущих на семь месте имеет его помощником, кому из призывающих имя его он помог самим делом, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей, уже умерших, снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Печерских. Празднуется перенесение мощей благоверных князя Петра, выночестве Давида и княгиня Феврония, выночестве Ефросиния, муромских чудотворцев. Чествуется обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского, мучеников и же в Некомедии пострадавших. Совершается собор саратовских святых, а также священомучеников в Арсенофии, епископа Кирилловского и с ним, и Анна Иванова Пресвитера, преподобномученицы Серафимы Сулимовой, игумени и мучеников Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева, священомученика Дамаскина, епископа Стародубского, и с ним Ефимия Горячева, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Маринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича, Пресвитеров, священомучеников Германа, епископа Вязниковского, Стефана Ермолина Пресвитера, и мученика Павла Елькина. Совершается празднование Калужской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем, теза именинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok